Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Как мы знаем, чем ниже температура на улице зимой, тем хуже заводится автомобиль. За ночь, особенно если машина проводит это время под открытым небом, детали авто сковывают мороз и заставить их работать, то есть завести двигатель не так уж просто. А все из того, что масло под воздействием низких температур застывает, а его густота сказывается на пуске. Дело в том, что при таком состоянии смазывающие жидкости коленчатый вал с большим трудом проворачивается. А это, в свою очередь, составляет напряженном режиме работать с аккумуляторной батареей. Если перед наступлением зимы правильно подберем масло, проблем с запуском машины не будет. Лучше всего приобрести синтетическую, которую разработали специально для зимних условий. Оно хоть и дорогое, но это оправдано ее характеристиками, позволяющими совести машину легко в зимних условиях. Можно пойти еще по другому пути, использовать зимние присадки масла. Они имеют еще одно название – депрессорные, и действие их направлено на разжижение смазочной жидкости в зимной период. Добавки масла зимой не позволяют ему перейти в состояние сильной вязкости, при котором пуск двигателя практически невозможен. Похожая ситуация была во время Великой Отечественной войны. Немцы зимой оружие чистили с помощью обыкновенным маслом, и сильные морозы, и их винтовки, и автоматы часто приходили в нерабочем состоянии. А у советских солдат оружие всегда работало отлично, в суровые зимние периоды. И все это благодаря простому лайфхаку. Солдаты ИРКК в масле для чистки оружия добавляли чуть-чуть бензин. Как мы сейчас говорим, в качестве присадки выступал обыкновенный бензин, и этот простой лайфхак не позволял замерзать с деталями оружия. И оно всегда у советских солдат было в готовности. Немцы просто не знали такой простой хитрости. И конечно друзья, эту информацию не воспринимайте так, как будто я кому-то советую солить в двигателе, в масле бензин. Но если у кого-то есть старая машина, которую не жалко, можно поэкспериментировать и об итогах написать тут в комментариях. Вернемся к автомобильной тематике. И конечно лучше всего поменять минеральное масло на синтетику перед зимним сезоном. Что решит немало проблем в эксплуатации автомобиля. Однако по ряду причин иногда автолюбители предпочитают не менять смазывающую жидкость. И в этом случае необходимо будет добавить в нем специальные присадки против замерзания. Учитывая, что минеральное масло застывает при температуре ниже минус 15 градусов, ему обязательно потребуется помощь со стороны присадки для работы в сильные морозы. Друзья, просто, пожалуйста, пишите в комментариях о вашем опыте, кто как справляется с зимой этой проблемой. Какое масло или присадки вы заливаете в двигателе, чтобы решить эту проблему. Ваш опыт пригодится многим. Давайте облегчим жизнь другим. При применении присадок следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и добавлять в масло ровно столько, сколько рекомендует производитель присадки. Наиболее популярной фирмой, зарекомендовавшей себя на этом поле, является Ликуй Молли. Перечень предлагаемой ее продукции достаточно велик. Например, такая присадка, как вискостабиль, стабилизирует вязкость моторного масла, а также ее давление. В общем же, у этого продукта достаточно широкий спектр действий. Например, он защищает смазывающуюся жидкость от разжижения, которое может произойти под воздействием высокой температуры трения, а также сохраняет свойства масла при работе в мороз. При этом такой продукт отлично сочетается со всеми видами масля, что делает его популярным среди отилубителей. Добавка Ликуй Молли вискостабиль может использоваться как в бензиновых, так и в дизельных моторах. Если машина регулярно заводится в мороз, присадка обеспечивает необходимую вязкость смазывающего состава. Стабилизатора вязкости в 300 мг будет достаточно для добавления 5 литров масла. Также многие рекомендуют зимой присадку моторное масло Супротек Актив Плюс. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках, восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла. Уменьшает скорость износа и продлевает срок службы двигателя любого типа. Ну и в конце видео просьба. Пишите какое масло вы заливаете и какие присадки применяете зимой. Ваш опыт рекомендаций это драгоценная информация, которую ищут для выхода из такой ситуации. И чтоб облегчить жизнь другим автовладельцам. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если чем-то это видео было для вас полезно. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...